Девушки отдыхают К работе приступили в центральном районе Приоритет здесь отдается прежде всего тем участкам, которые сопряжены с учреждениями детского воспитания, образования Четыре выходных, чему барнаульцы посвятят первомайские праздники Отмечать трудом, мир труд мать на огороде Добрый вечер в студии Елена Кузовкина В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса Высокий класс пожарной опасности установился и в крае Чтобы веселье праздничных выходных не переросло в трагедию Въезд в лес для горожан будет ограничен Начиная с 1 мая, предупреждают специалисты лесоохраны До 21 мая вводится режим ограниченного пребывания граждан в лесах А также въезда транспортных средств Все это время будут действовать контрольно-пропускные пункты Установят шлагбаумы для регистрации и учета выезжающих на природу Кроме того, организован патруль о особо опасных участках мобильными группами Которые будут выявлять нарушители и привлекать к ответственности А сегодня в Барнауле завершилась акция Один житель, одно дерево Столица края стала зеленее на миллион деревьев По словам организаторов, это не точка во всеобщей экологической акции А целый восклицательный знак Увеличить зеленые зоны в больших городах предложил губернатор Александр Карлин Для этого задействовано 2,5 миллиона сеянцев Хвойных и лиственных пород деревьев Миллионы из них посадили в Барнауле Акция проходила сразу в четырех пунктах В парке центрального района, в научном городке, в поселках Затон и Власиха Отеленить родной город могли все желающие Главное соблюсти технологию Приготовить посадочное место глубиной около 10 сантиметров И не повредить корневую систему сеянца Для этого держать его нужно за середину ствола Если все сделать правильно, приживаемость составит 90% Кстати, любой участник мог свободно унести сеянец с собой Чтобы высадить на приусадебном участке Этот сеянец мы своим кропотливым трудом в течение двух лет выращивали Начиная со сбора семян, посева, различных уходов Это как маленькие дети Лет через пять мы увидим, что они будут уже больше метра А здоровое, нормальное дерево, которое мы привыкли видеть Зрелое, так скажем, через сто лет Детский сад закрыли, а куда определить детей Их мамам и папам якобы не сказали К нам в редакцию обратились родители воспитанников 23 детского сада краевой столицы По их словам, в конце апреля им сообщили о временной остановке работы учреждения В связи с капитальным ремонтом окон Почему сроки этих работ нельзя было передвинуть на лето, выясняла Ольга Калачева Виктория в следующем году пойдет в школу Девочка очень любит учиться чему-то новому Но ближайшие 11 дней ее ждет лишь повторение сгибов двора По которому они уже много лет гуляют с дедушкой Мне жалко, потому что садик закрыли на ремонт Там вкусно кормят, учат стихи, занимаются Мы играем с подружками И мне там больше нравится, чем сидеть дома Сидеть дома Вика будет из-за капитального ремонта окон в детском саду Из 140 воспитанников 23-го места в соседнее дошкольное учреждение получили только 28 ребят Остальных мама и папа пристраивали, что называется, куда придется Основная масса детей не обращались То есть у них есть возможность определить своих деток с бабушками, с дедушками Самостоятельно взять Многие взяли отпуска родители На период майских праздников Абсолютно все, кто обратился с просьбой Определить другой детский сад Все были обеспечены местом дошкольного учреждения В городском комитете по образованию Сегодня нам пообещали, что точно помогут всем родителям Здесь же объяснили, почему Менять пластиковые окна нужно было сейчас, а не летом Когда все дошкольные учреждения города Закрывают на ремонт Оказывается, 23 детский сад в этом году попал в муниципальную программу по энергосбережению В рамках которой как раз идет замена дерева на пластик Очень сложно передвинуть на лето сроки Потому что те подрядные организации, которые выходят на аукцион Практически это одни и те же люди А нам бы хотелось, чтобы это было качественное проведение ремонтных работ А вы знаете, что специфика учреждений образования Мы все работы должны провести только летом Поэтому подрядные организации, выигрывая этот аукцион И планируют, что можно сделать в первую очередь Что во вторую, а что чуть-чуть попозже Но 1 августа мы должны все учреждения образования открыть 23 детский сад откроют 11 мая Второй раз на плановый ремонт Его закроют в середине июля Родители надеются, что тогда их дети не окажутся в похожей ситуации Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал, Город 35 барнаульских ветеранов в ближайшее время улучшат свои жилищные условия Об этом заявили власти города Напомним, соответствующая программа начала работу по указу президента в 2008 году За счет федерального бюджета фронтовики имеют возможность решить квартирный вопрос Всего в краевой столице таким образом комфортным жильем обеспечено 850 участников войны А всего у нас их на сегодняшний день остало 70 Те, которые еще не улучшили свои жилищные условия Но считаю, что до юбилейной даты 70-летия победы Великой Отечественной войны Данная программа должна быть реализована На сегодняшний день в Барнауле проживает 965 участников войны И в городе продолжается подготовка к чествованию героев Так, впервые планируется провести военно-историческую реконструкцию Безымянная высота, мероприятие назначено на 7 мая в 16 часов Также до 9 мая По словам специалистов, будут приведены в порядок все памятники А главный мемориал этим летом начнут готовить к юбилейной дате На реконструкцию предусмотрено 3,5 миллиона рублей По краевой программе выделено полмиллиона на восстановление памятника в Ганьбе Мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны Михаил Дегтярев воевал с Японией на территории Китая Он попал в число трех фронтовиков с Алтая Которые 5 мая поедут на парад победы в Москву Слово Алексею Янкину Я был в августе 1942 года призван И попал в Монголию на Халкингале 127-й краснознаменный мотострелковый полк С этой табличкой Михаил Дегтярев, ветеран войны из Барнаула Поедет на парад 9 мая на Красной площади он надеется встретиться хоть с кем-нибудь из однополчан А еще посмотреть современную боевую технику На Дальнем Востоке во время войны он три года охранял рубежи Родины Там и встретил долгожданную победу Значит, выходит командир батальона и объявляет Те-те-те-те-те Победа Вот тут уж глоточки мы свои, молодые, не жалели Так орали Это ура Вот в моем впечатлении Что до сих пор это эхо ура Оно разносится по степям Монголии До того, как победоносная ура прокатилась по всей земле Существовал риск внезапного нападения Японии на Советский Союз Чтобы не дать врагу застигнуть страну врасплох И были стянуты на Дальний Восток Около 40 стрелковых дивизий Михаил Дегтярев, как сейчас, помнит свой первый маш-бросок до Мукдена В составе одной из них Мириться тогда пришлось и с изнуряющими нагрузками И с несовершенством техники Инструкция была очень простая Ребята, держитесь А держаться-то не за что Эти танки были еще до военной выпуска Там ни скоб, ничего не было Если мы попадаем под удар Авиации противника Мы на дорогу не смотрим Если кто-то упал, считай себя уже покойником Жизненный путь Михаила Дегтярева Это и война, и путь труженика Отдав армии 6 лет, он вернулся в родной Барнаул И 41 год отработал на станкостроительном заводе Сегодня рабочая династия Дегтяревых Начитывает уже 150 лет И Михаил Яковлевич по праву считается ее главой 5 мая барнаульский ветеран сядет на поезд И отправится в Москву На главный в России И первый в его жизни парад победы Алексей Янкин, Александр Антропов Информационный канал «Город» Продолжим В конце марта арбитражный суд Алтайского края Прекратил дело о банкротстве Барнаульского муниципального предприятия Горэлектротранс Напомним, в 2010 году Энергетиками, кредиторами предприятия Была инициирована процедура банкротства Они требовали вернуть долг В размере 50 миллионов рублей К сентябрю 2011-го Долг Горэлектротранса Перед энергетиками, пенсионным фондом и налоговой Достиг 267 миллионов Однако на сегодняшний день Предприятие работает с прибылью Таких показателей, как сообщает его руководство Не было последние несколько десятилетий Сегодня гость нашей студии Александр Георгиевич Симыкин Директор МУП «Горэлектротранс» Здравствуйте Здравствуйте Банкротство, как вы говорили не так давно Это еще не конец предприятия Оно наоборот Призвано улучшить финансовое состояние Как удалось выйти из банкротства? Неужели рассчитались с долгами наконец-то? Я и сейчас утверждаю, что федеральный закон о банкротстве Он как раз и предусматривает провести процедуру оздоровления Ну, можно так сказать, отдышаться маленько предприятию Для того, чтобы воплотить свои планы По улучшению экономических показателей Безусловно, мы обращались и к помощи города И вот совместными усилиями Значит, 27 марта Арбитражный суд принял решение О закрытии процедуры банкротства И, то есть, предприятие сегодня Вот свободно от этого домовкового мяча Значит, мы, 13-й год для нас вообще Это год, как бы, вот достаточно успешный Все те проблемы, задачи, которые перед нами стояли Именно на тот период времени У нас получилось, мы их выполнили Мы первое, значит, сократили расходы В чем? Мы сократили выпуск на линию 10% выпускаемых подвижных единиц При этом мы сократили интервалы движения Улучшили расписание Ну, не без того Вопросы есть и будут Но, тем не менее, сдержки сократились на 10% Мы оптимизировали маршрутную сеть За счет этого улучшили И пришли к тому, что у нас доходная часть стала возрастать Мы улучшили работу по получению доходов Не связанных с перевозкой деятельностью Это есть у нас так называемая подсобно-спомогательная деятельность Все эти денежки были направлены на то, чтобы досрочно рассчитаться с графиком платежей Я должен сказать, что проведена работа по возвращению задолженности от Министерства финансов Нам очень здорово помог город Все эти мероприятия позволили нам выйти не только из досрочной, из погашения графика Но и финансовый год сложился таким образом, что мы получили прибыль 19 миллионов 700 тысяч по итогам 2013 года Правильно понимаешь, что вот такая солидная прибыль это впервые за 10, а то и больше лет? Да, мы хоть немного, но выплатили 13-ю так называемую заработную плату по итогам 2013 года Вот работникам Ну, помню только старожилы, когда такие деньги получали Ну, расходы между тем тоже наверняка большие Ведь нужно и подвижной состав менять, и заработную плату выплачивать вовремя К тому же, не кажется ли вам, не боитесь ли, что предприятие на плаву недолго останется И рано или поздно вновь станет банкротом? Нет Мы ставим задачу планомерно осуществлять восстановление разрушенных основных фондов К примеру, в этом году у нас пришла необходимость очень серьезно отремонтировать станцию Докучаева Там сходятся 4 маршрута, станция является пассажирообразующей в городе Барнауле Поэтому вот в этом году усилия нашего предприятия будут именно сконцентрированы на выполнении этой задачи Она достаточно финансово емкая, больше 20 миллионов И все наши деньги, которые заработаны от подсобно-вспомогательной деятельности, от других видов Будут направлены именно на улучшение этой станции Когда приступите к работам? Мы уже приступили, мы уже установили опоры для контактной сети Ну, в общем, где-то с середины мая уже будут массовые работы производиться То есть, судя по вашим словам, будущее у предприятия довольно радужное Уже есть дальнейший план оздоровления, так? Ну, я не скажу, что радужное, но должен сказать, что оптимистичное, по крайней мере Вот, думаю, что мы должны, обязаны для потомков сохранить этот вид транспорта Это сегодня самый экологичный вид транспорта Для сведения могу сказать, что западные города, в том числе и Берлин, сегодня восстанавливают Разрушенные ранее закрытые трамвайные маршруты Транспорт экологически чистый Его возможности провозные несопоставимы ни с каким другим видом транспорта Спасибо вам за встречу Спасибо Всего доброго Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Александр Георгиевич Симыкин, директор МУП Горэлектротранс Гостем Татьяны Голубевой завтра, 1 мая, станет ректор технического университета Александр Ситников О праздничных выходных, о достижениях студентов технического вуза, о предпочтениях в музыке и спорте Из уст ректора завтра в 19.30 на ТНТ В Барнауле начался ремонт сельских дорог и дорог частного сектора по ведомственной целевой программе К работе приступили в центральном районе В общей сложности здесь планируется заасфальтировать чуть более 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна Работы уже проведены в частном секторе В переулке Ядренцево восстановлено 1200 квадратных метров дороги Начался ремонт на Очкалово, это чуть более километра асфальтового полотна В этом году в программе значится ремонт переулка Присягина, улиц Фомирской и Озерной, которые находятся в Затоне По программе ремонта район освоит более 4 миллионов рублей А вообще она рассчитана до 2016 года Будут восстановлены дороги в Ягодном, Лебяжьем и многие другие Ежегодно бюджет города тратит на эти цели 30 миллионов рублей Приоритет здесь отдается прежде всего тем участкам, которые сопряжены с учреждениями Детского воспитания, образования Это детские садики или учреждения школы искусств для ребятишек Поэтому вот в первую очередь смотрятся эти вопросы По маршрутам общественного транспорта, там где это необходимо По словам Юрия Еремеева, программа сформирована, но возможно ее корректировка Так как поступает немало пожеланий от жителей Поэтому если район сэкономит средства, перечень отремонтированных улиц может быть расширен В преддверии праздника весны и труда Градоначальник Игорь Савенцев поздравил и наградил барнаульцев Которые вносят весомый вклад в развитие краевой столицы В зале как никогда много гостей Такие торжественные моменты, добрая традиция для барнаула Но каждый раз, отметил глава администрации, эти встречи вызывают особый трепет Люди разного возраста, разных профессий, которые по мнению властей заслуживают признания Сегодня наград удостоены педагоги, строители, ветераны, служители церкви, работники культуры, правоохранительных органов и многие другие Игорь Савенцев вручил дипломы, благодарственные письма, нагрудные знаки с благодарностью барнаул, ценные подарки С этим менеджер подчеркнул, что наш город меняется в лучшую сторону во многом благодаря нашим труженикам Мы все сегодня, в том числе здесь сидящие, это как раз представители коллективов, это жители города барнаула Которые, я считаю, делают именно все для того, чтобы город с каждым днем становился интересней, краше На самом деле у города есть определенная, я считаю, аура И вот эта аура, это тепло, которое есть у нашего города, оно все время нас привлекает и залет к себе народу В художественном музее выставка, которая наверняка будет интересна рекламщикам и маркетологам Во всяком случае, они узнают, какой была наглядная агитация сто лет назад Об этом и не только в обзоре событий культуры В художественном музее неизвестна история, плакаты Первой мировой войны Это цветные копии, оригиналы хранятся в Государственном музее современной истории России Представленные на выставке, по мнению куратора, будет интересно не только рядовым посетителям Но и студентам художественных вузов, рекламщикам и пиарщикам Они смогут оценить, какой была наглядная агитация сто лет назад В небольшом зале по соседству юность, опаленная войной Эта выставка посвящена годовщине победы в Великой Отечественной Представлены работы и собраний музея Все они были написаны художниками, участниками войны Спустя десятилетия в мирное время Портреты ветеранов, редкие минуты отдыха и места сражений В библиотеке имени Шишкова стартовала книжно-читательская кампания О Шукшине с любовью, посвященной 85-летию со дня рождения известного земляка Сегодня открыли выставку, представили издание, рассказывающее о семье Шукшина, начиная с 19 века В одном из разделов уникальные экземпляры прижизненных изданий писателя В другом книги, рассказывающие о работе в кино в качестве актера и в качестве режиссера Каждый читатель, который приходит к нам на выставку, может просто взять закладку и заложить Либо любимую страницу отметить, либо любимый рассказ Итогом работы экспозиции будет как раз формирование списка читательских предпочтений Сегодня Международный день джаза, а введение новой даты в календарь ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года Основной целью этого праздника учредители называют следующее, цитируем Повысить степень информированности международной общественности о джазе, как о силе, содействующем миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми Звучит громко Насколько это продуктивно, сказать трудно Быть может где-то джаз любят, инициативы музыкантов поддерживают У нас картина несколько иная В Омске, в Новосибирске, в Кемерово, в Новокузнецке, в Томске Там совсем другое Наверное, денег побольше, я так думаю, в регионах тех Впереди долгие майские выходные Быть может найдется свободное время написать сочинение В Барнауле стартовал литературный конкурс «Легенды колеса обозрения» Организаторы предлагают от руки или в электронном виде Уповедать свою невероятную историю об этом аттракционе Она не должна быть правдивой, главное, интересной Рассказы, эссе, баллады можно приносить по адресу проспект Ленина, 152 В В конце мая определят лучшую легенду колеса обозрения Елена Кузовкина, информационный канал «Город» Завтра день весны и труда В советское время его называли днем солидарности трудящихся Возник праздник в 19 веке С требованием введения 8-часового рабочего дня Выступили тогда рабочие Австралии Затем митинги и демонстрации провели рабочие США и Канады На первомайские стачки российские трудящиеся выходили еще до Октябрьской революции А после праздник стал открытым И каждый год первого мая в Советском Союзе практически все выходили на демонстрации с отличным настроением Выходным первого мая остался и сегодня Правда, на демонстрации и митингах теперь не тысячи, лишь десятки человек В этом году праздник продолжится в течение четырех дней Чем является первомай для горожан сейчас и чем они будут заниматься в ближайшие праздничные дни Узнавали мы на улицах краевой столицы Первомайская демонстрация, потому что воспоминания детства Замечательный праздник Да, в принципе, не думал даже, потому что сейчас как бы уже народ его не отмечает, как раньше Поэтому не знаю даже, что ответить вам Отмечать трудом, мир труд мой, на огороде Работать, работать, еще раз работать Шашлычки будем жарить в лесу Отдыхать И шашлыки жарить будем обязательно, у меня 3 мая день рождения, так что мы тут все-то с компаной вместе С детьми, ну как, на дачу, может быть, погода удастся, съездим Ну, поехать я планирую на праздники, а потом в деревню хочу поехать, ну там провести с бабушкой Я буду с друзьями, буду их приглашать в гости и играть с ними И о погоде 1 мая в Барнауле потеплеет Ветер южный порывистый Осадков не ожидается Ночью от 1 до 3 выше 0 Днем от 17 до 19 тепла Хороших вам выходных И не забудьте, что завтра гостем нашей студии станет ректор технического университета Александр Ситников Редактор субтитров А.Семкин